Доброе утро! Вы смотрите новости на телеканале Катунь-24 и студии Дарья Вялкова. Жители отдаленных поселков, которые прикреплены к городской больнице номер 2 Бейска, смогут посетить онколога в местных ФАПах. Об этом сообщает «Алтайская правда». Осмотр будет организован в рамках совместной выездной работы со специалистами Бейского онкологического диспансера. Как сообщают на сайте регионального министерства здравоохранения, график работы бригады пока формируют. Как только его утвердят, он будет опубликован на сайте больницы и официальных группах в социальных сетях. Добавлю, выездная работа онкологов организована по инициативе жителей поселков. В Барнауле завершился очередной сезон проекта по реставрации деревянных зданий «Дома». В этом году организаторы восстановили постройку на улице Анатолия 59. За пять недель участники проекта очистили дом от пыли, сняли старую краску, восстановили детали деревянных наличников, которые были утрачены, а также покрасили и покрыли дом защитной пропиткой. Все это сделали волонтеры. У нас 55 обученных волонтеров, которые прошли полностью теоретическое обучение и практическое. В остальном у нас гораздо больше жителей, которые нам помогали. Это как раз местные жители, которые проходили мимо. И также движения различные, которые к нам приходят. В данный момент у нас движения первых, им досталась большая честь такая, они у нас заканчивают сам проект. Они у нас последние детали докрашивают. В следующем году проект будет продолжен. Организаторы уже присмотрели по одному дому в Бейске и в Краевой столице. С четырех лет за швейной машинкой. Барнаульская школьница Алиса Кузьмина победила во всероссийском чемпионатном движении «Профессионалы». Она участвовала в компетенции технологии моды, где самостоятельно придумала и сшила костюм. С юным модельером пообщалась наша съемочная группа. Вот так на протяжении 14 лет Алиса Кузьмина работает за швейной машинкой. В четыре года родители привели девочку в школу моды. С тех пор она многом научилась. А совсем недавно победила в компетенции технологии моды – всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы». Конкурс проходил в Хабаровске. Дается задание четкое. То есть ты как будто пришел на производство, тебе сказали – сконструируй, смоделируй, нарисуй, сделай то, как тебя попросят, чтобы не отходить от технического задания. В состязаниях было несколько модулей. Каждые участники выполняли на время. Среди заданий конкурса – декорирование и шитье. А еще перед Алисой стояла задача придумать костюм и нарисовать технический эскиз. С этим барнаульская школьница справилась на отлично, несмотря на то, что соперники были сильными. Мы, получается, соревновались так, что у нас столы стоят очень рядом. И ты видишь примерно, кто что делает, кто на каком уровне. Это еще заряжает, тебе хочется еще быстрее делать, увереннее, чтобы точно сделать лучше всех. Это уже не первая победа Алисы на всероссийском конкурсе. В этом году девочка ездила в Саратов на молодежные дельфийские игры, где тоже проявила свои лучшие творческие способности. Этот ребенок уже в пять лет сидел за машинкой швейной. То есть она ее не боялась. Конечно, у нас были и взлеты, и падения. Но то, что она целеустремленный человек, то, что она знает, что ей необходимо уже в жизни, это абсолютно точно. Ну, собственно говоря, как и все дети, которые занимаются в нашем Алтайском краевом дворце творчества детей и молодежи. Я всегда говорю, что это будет элита Алтайского края. Это самые лучшие дети в Алтайском крае. В мире моды у Алисы, конечно, есть пример для подражания. Вячеслав Зайцев. Когда он еще был жив, барнаульская школьница побывала на его конкурсе, где представила свою коллекцию нарядов. Он создал множество удивительных коллекций, которые мне безумно нравятся. У меня была такая уникальная возможность увидеть его вживую. И я бы хотела когда-нибудь, ну, стоять где-нибудь рядом с ним, можно сказать, на одной вершине и создавать такие же крутые коллекции. Никогда не опускайте руки и всегда идите до конца, и тогда у вас точно все получится. Просто ставьте цель и идите к ней. Всем пока-пока. Елена Самарина, Илья Алексеев. Новости. К этому часу у меня все новости. Оставайтесь с нами на телеканале Катунь-24. Оставайтесь с нами на телеканале Катунь-24.